Добро пожаловать в наш день. Доброе утро. Александр? Доброе утро. Доброе. Мы спали втроём сегодня. Правда, Милана возле стеночки спала, сейчас переместилась. Выспалась хорошо? Да. Мы решили, что втроём будет теплее. У нас диван здесь довольно большой, мы все отлично помещаемся. И вот в 8 часов проснулись и решаем, что делать. Чай пить, не чай пить, собираться ехать домой или что. Потому что мы сегодня планируем ещё на прогулочку, чтобы время не терять зря. Надо ехать домой, разобираться. Наверное. Через 3 часа выезжать. Да, через 2 может. Какие дела. Хорошо, на даче. Хорошо. Так прохладненько. Саш, свежо. Оно ещё было. У нас есть же обогреватель, даже 2 здесь. Нет, в этой комнате один. Ну, вон он стоит. Один обогреватель, второй вентилятор. Ну, мы перед сном Милана нагрела и потом больше не включали. Ну и нормально, когда, знаете, так втроём спишь, плотненько тело к телу тепло. Саша, вообще горячее, как печка. Покажи у нас вид какой-то перед нами. Вид из окна. Вот, смотрите. Проснулись, а там зелена и гуси. Какая красивая роза утром в росе. Прелесть, да? Саша, посмотри, какая красота. И какие страшные наши яблоки. Красивые. На них бабочки сидят на яблочке, смотри. Они все больные. Больной не значит некрасивой. Ну, как много. Вот это вот моя любимая яблоня. Ещё в прошлом году они были очень такие нормальные, красивые, большие яблоки. В этом году мелкие. И вот такие все в точках. Вот тебе советы дают за них. Я куплю вот этот медный купорос. Через месяцок, когда будем всё убирать здесь, когда всё опадёт, мы всё обработаем. Потому что жалко. А вот это вот красивая, вроде как, арка, красивый кустик, да? Но достал он нас везде прорастать. Ну, он семена разбрасывает везде. Он, походу, единственный такой райн на даче сегодня, да? Помните, кто там говорил, что выспался хорошо? Говорил это на видео или я не помню уже? Да, хорошо выспался. Он сейчас едет, зевает, говорит, что-то у меня вторая волна накрывает. У меня обеденный сон. Обеденный сон у Саши, да. Он не состоится сегодня. Смотрите, платьица нашла в шкафу. Вспомнила, когда в Испании были, с детьми покупала. Помнишь, вау-третья? Висела, что-то не носила. Думаю, надо одеть, пока погода позволяет. Вот так вот. Что-то смеешься. У меня в шкафу вообще чего-то нет. Да, все и женщины не знают, что в шкафу лежит. Ну, надо перебрать, половину выбросить. Я в прошлом году столько выбросила. И в этом году тоже есть что. Знаете, что первый год жалко выбрасывать, второй год ещё просто так полежит, без стулки, и можно тогда уже тоже. Артёмка сегодня с нами, смотрите. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте. И Милана. Сейчас мы заберём Тимуни от бабушки и едем мы куда? В Мон-де-Верде. Наверное, мы вас достали уже. Мон-де-Верде. Она нам там очень нравится. Поэтому не знаю, снимать вам там, не снимать. Ну что, мы ещё абонемент не взяли, а мы убрали. Да, мы его конкретно отбиваем. Мы едем сейчас на двух машинах, потому что у нас же пять человек, да? На другой машине поедет ещё бабушка и ещё наш один знакомый. Ну, его видели, его зовут Дима. Он тоже из Латвии. В общем, едем большой компанией. Звали и мою маму. Ну, моя мама, говорит, сегодня хочет отдохнуть. Воскресенечко. Прийти в чувство после рабочей недели уже нормально. Она и вчера работала. Вот. Да, и она была там два раза. Правда, ей там очень нравится. Она говорит, я хотя бы там была, но Калина, говорит, не была. Так что её обязательно берите. Мне кажется, ей там очень понравится. В обязательном порядке все гаджеты нам нужно протестировать. Да, Милана? Поедешь на велике? Мы сейчас находимся на территории Австралии. Вот здесь водопады. А вон, смотрите, кенгуру. Видите? Вот этот вот обалденно смотрится. Да, беленький? Потому что он отличается от других. Повернись к нам лицом. Так сидит, смотря. Там хвост разложу. Думаю, о чём же это. На добычу. Смотри, какой классный. Крылья раскинь. Это хищный. Только что раскрывал, красиво так было. Хищный орлан. Да, ты красивый. Ты красивый. Он обычно не подходит. Он обычно сидит наверху и не подходит. Но этого я даже палец не хочу пихать, потому что он его отцапает. Троханул Александр, да? Саша нашёл к нему подход. Слушай, такая редкость. Нет, он на камеру не хочет. Смотри-ка. Он на тебя насторожился. Он только что кушал. А, думает, ты-то чего подошла. Подожди, не выключай. Сейчас он будет. У него такой устрый клюв. Он даже когда пытается аккуратно взять, чувствуется, когда он немножко прикасается, что он может просто... Наелся, по-моему. Нет, мне кажется, его я с телефоном смущаю. Это иду подальше. Да, он явно тебя не признал. Сколько голодных ртов, да? Я даже не чайно... Надо было там порцию рисов, да, тебе здесь их выберут. Лёгкий перекус, Артёма. Вечеринка. У Артёма русский перекус, смотри, 4 картошки фриз, 2 колбаски. Ты всё не съешь. Да. Это мы с Тимуром взяли на двоих. Дим, вон тебе место. Отставь тебе место. Вот такие у нас тут обеды. Всё, приступаем? Приступаем. Приятного. Самые смелые поедут с горочки водяной. Я пару раз пробовала. Я, конечно, вынести это дело могу, но страшно. Может, съедем? Едем. Так, Тимур, Милана. В общем, я видела, сейчас они на эту большую горку поднимаются. А, вот они. Давай. Ну и как? Тимурка, как? Понравилось? Еее. О, вообще не наоборот. А Дима весь мокрый, потому что он первый. Я говорю, Дима, впереди ведь. Ну, не минуты покоя. Только приехали с парка. Милана говорит, мама, одевайся по-спортивному. Будем заниматься спортом. Она говорит, учить меня будет. Не знаю, чему она меня научит. Слушай, мне уже холодно, Милана. Тебе не холодно в шортах и в майке? Я уже с длинным рукавом надела. Хоть и на спорт пришла, но как-то мне холодно. Я уже согрелась. Согрелась уже. И что мы будем делать? С чего начнем приседать? А потом будем на месте бегать. Ну, давай. Это разминка у тебя. Бомболой. Он очень легкий вообще. Давай теперь я. Я в своей младшей, самой первой младшей школе. Я очень хорошо делала, потому что меня учил один человек. Она тонкая, она круг успевает сделать хотя бы какую-то центробежную силу. Да, нам же нужно отмазку найти, почему у нас не получается. Да блин, это знаешь. Дай теперь, мама. Смотри, это равноценно, что я буду на руке крутить. Смотри. Ну, давай. Как начать? О, это равноценно, понимаешь? Снабрежная сила. Чем тоньше, тем легче. Ну, у тебя рука под углом стоит, боком. Так, неважно, смотри. Понимаешь? Легко. Даже вот, можно почти не вращать. Чем ты худее, тем легче крутить. Давай. Ну, то есть, чем тоньше площадь. Давай, я попробую. Ты уверена, что у тебя такая тонкая площадь? Ты не снимай мою площадь. Ты снимала? Ну, что сзади, что распределить не надо. Ну, давай какая разница. Главное сильно раскрутить. Балет, ну почти, да? Молодец, Таня. Ну, я сейчас, но я недавно вообще даже так не умела. Так что я иду к прогрессу. Шесть. Вот. Семь. Восемь. Восемь. Весемь. Руки правильно держит? Не спеши. Давай, 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 делай. Сколько сможешь? Одиннадцать. Двенадцать. Ой, завтра будут руки болеть. Двенадцать. Четырнадцать. Ну, классно, смотри. Она весит тоже больше десяти килограмм. Ну да, я пробовала. Больше, килограмм пятнадцать она весит, наверное. Ну, молодец. Нормально, пятнадцать раз подняла. Вот, потом с весом небольшим начнем. Угу, там пять килограмм может начнем так. Это какой-то пипец. Мальчишки уговорили папу играть в Фортнайт. Да, ничего не уговорили. Они сегодня его весь день в парке уламывали. Даже джойстик не подключили. Папа там с дуру ляпнул, что окей, попробуй. И они зацепились за это, короче. Компьютер и джойстик подключили. Да. А у тебя теперь есть Артем джойстик или это последний? Это мой. Нет, это его. То есть вы втроем не сможете играть? Нет, смотри, у меня есть еще один. Он был давно у меня куплен. Ну и что? Ну у него кнопка одна заедает, не надо разобрать, посмотреть. Он старый уже вообще. А это новый, Артем. То есть вы втроем не сможете? Либо Артем, либо ты? Не стерев. Нет, я могу купить просто все джойстики. Еще не хватало. Давай я тебе на новый год подарю. Мне хотя бы будет что? Блин, это еще сколько? Октябрь, ноябрь, декабрь. Три месяца. Короче, я сижу и я злая. Меня разозлили все. Меня разозлила Милана, которая неаккуратно переписала стих. И завтра ей придется писать его снова. Меня разозлил Саша, который мылся в душе и забрызгал все, что только можно, хоть потом и вытер. Артем меня разозлил. Просто сижу. Да, потому что просто сидит, а надо уже спать идти. Единственное, Тимур меня не успел разозлить, он просто подшумок, быстренько пошел спать. В общем, единственное, что сейчас меня может успокоить, это ромашечка. Но в этот раз просто ромашкой не обойдется, потому что Таня на нервах. В этот раз ромашечка будет с шоколадкой. Не сочтите за рекламу, но... Все, будем обалдеть. Артем, спать давай, иди. Пока под раздачу не попал. Спокойной ночи и вам. Всего вам хорошего.